всем доброго времени суток друзья на канале ашот news 2 все мы конечно прекрасно знаем про армянские аппетиты имеется аппетит это неплохо это признак здоровья но когда у тебя аппетит на чужое когда у тебя аппетиты на лживую ничем не обоснованную историю то это уже признак нездоровья а признак острой болезни если такие болезни как грипп бронхит и даже спид можно как-то вылечить то хайскую болезнь присвоение придуманных сказок а также притязаний вылечить никак нельзя это генетическая особенность у меня сложилось такого впечатления что эти люди получили в дар от своих предков 90 процентов всего самого худшего что может быть человеческой природе и только 10 процентов хорошего эти 10 процентов хорошего проявляются тогда когда хаи живут несплоченно когда они живут вокруг других народов и не болеют манией величия и небезызвестны больной идеологии под названием мяцум буквально несколько минут назад прочитал эту статью в армянском новостном портале лрагир . ам статья называется лазаревские дураковаляне перешли на непонятный язык кто стоит за сходом коротко расскажу о чем тут речь значит автор павел с азербайджанской фамилии дал лакян возмущается лазаревским клубом пишет что этот клуб анти армянский возмущается кости затулиным за то что он призывает вернуть оккупированные семь районов в обмен на признание независимости карабаха откуда этот затулин затулян взял вот этот бред что мы признаем независимость карабаха я не знаю ну короче возмущение было на возмущение но что вы на дела меня записать этот ролик это моменты которые меня удивили потому что так официально на языке прессы я таких претензий от армян еще не слышал кстати отмечу что когда я читал этот армянский бред рядом со мной был русский человек который в конце мне сказал что это уже даже не смешно и что ему до тошноты противные эти армянские притязания и наглая ложь итак приступим к основному разбору статьи автор жалуется на то что русские говорят что у армян две родины это армения и россия но почему-то удивляется автор даллакян в таких армянских городах внимательно слушайте таких армянских городах как краснодар сочи ставрополь армавир кисловодск ростов-на-дону меры городов не армяне вы не расслышали таких армянских городах как краснодар сочи ставрополь армавир кисловодск ростов-на-дону меры городов не армяне удивляется нет но это просто высший пилотаж хайской наглости значит они считают эти города армянскими хотя там кроме них живут и другие народы которые жили там до того как туда начали заселяться армяне далее этот павел парикмахеров то есть даллакян даллак знаете это парикмахер на азербайджанском языке возмущается мол почему у евреев в россии есть автономная область а у армян нет почему унанайцев и кочевых цыган видимо забывая откуда он сам спрашивает почему у нанайцев и цыган есть административный статус у армян его нет почему адлеж не столица российской армении дальше еще больше взбешенный и оргазмирующих на своих больных фантазиях даллакян вопрошает почему бы город феодосию в крыму не объявить армянской столицей армянской автономии в россии лицемерие наглость бестагноз и аппетиты этих выкормышей на кавказе и в самой россии не имеет предела я вам приведу маленькую аналогию в россии в дагестане есть дербент город преимущественно азербайджанском населением которые туда не были переселены как эти а являются коренными жителями дербента азербайджанцев дербенте из рода в род живут могалах могалы это деление в крепости дербент но вы когда-нибудь слышали чтобы азербайджанцы требовали чтобы дербент был автономной единицей азербайджанцев россии или вы может быть когда-нибудь слышали чтобы азербайджанцы выли на всю россию чтобы выдвинуть меры азербайджанца по национальность даже чтобы переименовать одну улицу в честь азербайджанца дербентские азербайджанцы сталкиваются с проблемами тогда как выше перечисленных армянских кавычках городах россии каждая четвертая улица если даже не 3 несет фамилию на окончании ян далее еще интереснее автор утверждает что россия подарила армянские земли турции подарила батуми грузинам а карабах азербайджан и это говорит человек чьи предки при создании араратской армянской республики сидели в тбилиси только потому что им негде было объявлять государство ведь земель для государства у них еще не было и в конце вы будете просто в шоке говоря о русском языке зомбированные окончательно сшедший с катушек автор даллакян пишет язык более чем понятный великорусский понятный особенно армянам разработавшим алфавит и грамматические нормы для письменной фиксации старославянского языка еще тысячи лет назад когда русского языка как обособленного еще не существовало ну нихера себе это просто шикарно я-то думал что армяне придумали алфавит только грузинам помните историю про армянского лапшовой грузинского делегацию грузины меня простят наверное но армяне утверждает что это они вас научили писать и вот оказывается армяне научили писать и русских и разработали грамматику для русских еще тогда когда русского языка не существовало у у меня больше нет слов всякий я бред читал всяких чудес навидался но такого мне кажется созрел момент для написания отдельной книги про хайскую болезнь необоснованного величия и фальшивого самомнения ведущие психологи и светила медицины должны изучать этот недуг и поставить окончательный диагноз и